Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Ярослав Самишевский. Вы смотрите проект «Народный махор». Сегодня время оценивать наших исполнителей. Сегодня мы будем оценивать Дениса Лаврина. Но поможет нам в этом замечательная певица, одна из моих любимых, это Татьяна Буланова. Татьяна, здравствуйте! Практика! Спасибо вам огромное, что уделили нам время, очень приятно. Я думаю, что нашим участникам тоже будет приятно услышать комментарии в их адрес, конкретно в него. Давайте я надуваю. Вы знаете, мне кажется, что, если честно, мне не очень понравилось. Я объясню, почему. Для меня не хватило музыкальности. Как-то, знаете, как я же, я не знаю, у меня педагог плохой, но хочется вот меньше музыкоизвлечения какого-то, укривления, а чтобы вот как-то вот, ну, у вас гораздо интереснее было, звучало как-то музыкальнее. Я не знаю, как это объяснить, но мне не очень просто. Я бы, например, не захотела сразу слушать, вот честно. Но мне не хватило музыкальности. Он просто, знаете, когда человек слишком много его, а не слышно, о чем поет. Например, я когда начинала, я вообще танцевать не умела, и голос уже не говорит, он на кого-то похож. Слушай, ну, вот опять же, какой-то музыкальности просто, чтобы он, вот, знаете, когда человек открыл рот и хочется слушать, вот тут, вот, может быть, песни не подходят, но вот слушать как-то вот не очень захотелось. Понятно. Ну, ты не обижайтесь, пожалуйста. Может, все еще будет, может, правда, песни, ну, бывает такое. У меня сколько раз уже было, что, ну, не подходят песни или что? Ну, что вы могли пожелать, я не знаю, может быть, может, ему и заниматься надо, да. Ну, Денис и вообще всем. Ну, вообще всем ребятам, вообще, наверное, молодым, а может, даже не очень молодым, всяким. Петь можно начать в любом возрасте. Но Ирина Олегрова вообще, по-моему, в 38 лет только ее, они узнали, вот, именно, как вот Ирина Олегрова. Самое главное — не опускать руки, не отчаиваться, если что-то у вас не получается. И, ну, идти, идти, идти вперед, потому что, если вы ничего не будете делать, если вы не будете ошибаться, то у вас вообще, в принципе, ничего не получится. То есть главное — пытаться, пытаться и пытаться. Это первое. А второе — не бояться быть смешными, не бояться, там, там, что будут смеяться, не бояться провалиться, потому что это тоже опыт. Вот говорю, исходя из своих каких-то вот жизненных историй. а но денису не за мне кажется если он всегда песни поют то я не знаю можете не надо ничего советовать а если пусть и поет а если какие-то песни по-другому другие то может слушать какую-то музыку более подходящую под его внутренний мир его опять же звукоизвлечения как говорят поколисты но наверное самое главное не не сидите дома не просто пытайтесь пусть даже это будет не завтра и не через год пусть это будет через 20 лет неважно но это обязательно будет если вы будете что-то делать и у вас все получится вот так с нами была татьяна буланова замечательный очаровательный певец спасибо вам огромное спасибо пока а